По документам, частный дом надели мини-отель, а некоторые владельцы частной гостиницы уверяют, в этот сезон у них просто не было отдыхающих. Такие схемы по уходу от налогов, как выяснили в ходе рейда в сотрудники администрации, в Сочи действуют повсеместно. В итоге десятки миллионов рублей проходят мимо городской казны. Слышите масштабы бедствия, он называет? 541 объект был выявлен сотрудниками администрации города. 541. Плюс 300, сколько? Там просто таблички нет. Плюс 323 района. По тысячу объектов, представляете, это те объекты, которые занимаются предпринимательской деятельностью, но налоги не платят. Где наши правоохранители вообще? По большому счету мы выявляем, а дальше должны работать правоохранительные органы, в том числе налоговые. Нарушители налогового законодательства ждут штрафы. Задача поставлена вполне четкая – вывести отельный бизнес из подполья. От темы налогов перешли к вопросу санитарного состояния курорта. Здесь, в частности, претензии выдвинули руководство Центрального универмага. В свое время город сделал все, чтобы из рынка сделать прогулочную зону. Однако арендатор этой территории посчитал, что ухаживать за ней не обязательно. Основные замечания по прилегающей территории к вашему объекту. Урны все были переполнены. Основное – все лавочки, находящиеся на прилегающей территории, под ними просто очень сильное загрязнение в связи с тем, что никогда в жизни там не отмывалось. Газоны, прилегающие к основному входу, они все не поливаются. Если порядок на территории вокруг ЦУМа не наведут, город предпримет все усилия, чтобы эту землю забрать в судебном порядке. Такая же мера, возможно, ждет предприятие Дагомыс-Чай. Альберт Вартыванян взял подряд на год у этого предприятия на работы по уходу за садом. Сейчас время собирать инжир. Правда, урожай 2015 из-за засухи почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Не хватает влаги, поэтому лист желтоватый. Завязь плохая. На следующий год урожай будет не особо хорошая. Ситуацию с урожаем можно было бы исправить, говорит фермер, если пробурить скважину и поставить капельное орошение. Но на это деньги собственник земли не выделяет. И это полбеды. Инжир постепенно начинает засыхать. Деревьям почти полвека. Саду срочно требуется обновление. Но собственник земли предприятия Дагомыс-Чай вкладывать деньги в новые саженцы почему-то не хочет. В свою очередь и арендаторы за отсутствие долгосрочной аренды тоже не торопятся здесь сажать новые деревья. Так что если ситуация не изменится, то в частности в этом хозяйстве об урожае инжира можно будет просто забыть. То, как используют предприятия Дагомыс-Чай, сельхозземли сейчас изучают в администрации курорта. Уже известно, что большая часть угодий или пустует, или как с инжировым садом, просто доживает свой срок. Подобная ситуация и в ряде других хозяйств. В общей сложности муниципалитет уже насчитал более тысячи гектаров неиспользуемой сельхозземли. Глава города дал распоряжение подготовить документы в суд на расторжение договора аренды с коммерсантами. Если в суд передали, чтобы мы действительно не были сторонними наблюдателями, а выступали третьей стороной и требовали изъятия тех земель, которые не используются. Эта земля должна быть возвращена муниципалитету. Эта земля должна быть перераспределена тем людям, которые будут на ней выращивать. Мэр считает, что срок аренды необходимо продлить с одного года, как это действует сейчас, до десятилетий в зависимости от выращиваемой культуры. Кстати, именно на сельхозугодиях, которые находятся в запустении, выявлены большие площади сильнейшего аллергена – амброзии. Глава города потребовал заставить собственников не только уничтожить эти растения, но и по каждому факту составить протоколы и в соответствии с законом наложить штрафы на владельцев этих территорий. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ